Я сказал в конце, а тема была человек, который учил подобное. Про это можно было говорить в конце, в целый день. Эта тема не будет реально. Сегодня я прошу, что у всех объясни машина. И закану тему, ну, яка у всех маршиматистская, я вообще не знаю, это мёд. Белорусский мёд, культура с поживанием. Два понятия будут фигуровать. Одно – белорусский мёд, другое – культура его в Икористане. Ну, относно первого понятия – белорусский мёд. Ну, мы едем, что то есть такие виды, ядомые бренды медовые. Это, например, башкирский мёд. Ранее – халтайский мёд. Далёко – уходный мёд, не восточный мёд. Да, украинский мёд. Ну, чему ж, я ведь ужасно, так само, я вот этот термин «мельгане» где-нибудь угробку, белорусский мёд, а я ведь не стипла, это пропонуются тихо, по сути, разумеется. На самом деле, на ручке мёд, как бренд, как специфичный мёд, он из НУИА. Из НУИА. Часом, я его зауважаю, я его ценю, ну, например, ценю в инших странах. Это в Японии, в Китае, в Улучшенных Штатах Америки. Ну, я веду, в Улучшенных Штатах Америки, там свой мёд, много тоннейший, чем мёд белорусский. То есть там некие фермы, Океа привозит в Белоруссию мёд, и он мёд, отличается натуральным, и намного дороже. Да. А китайский, как ищий. Что? Да, китайский, как ищий. Ну, так, есть бренд китайский, вот, а я со знаком минус. Китайский мёд, он подоронен на Воскресенье в Улучшенных Штатах Америки. И в Америки, и в Америки, и в Америки. Но это умеешь, умеешь, как бы, проникнуть в это икроидж, а с другими, как ищутся, наприклад, здесь не китайские, а новозеландские, в Америки. И в Америки, и в Америки. И в Америки. И в Америки. Так, есть, вот, калибраз, наприклад, башкирский мёд, то это целая гонлёвая марка международного значения. В Америки. В Америки так само. И в Америки. И в Америки. Белорусский учил специфика, ну, наприклад, алтайский мёд. Учим его каштовность специфика. Белоруссов сбирается пчёлами со шматриких лековых травм. Там много вещественных лековых травм. И в этом плане. Ну, и там и климату, и, вот, над условием моря, и шея, вышиня. Так, это всё бывает. Бывает на якость. Ну, наприклад, башкирский мёд и далёком сходе. Они подобные, чем что. И там липа, и там липа. И с липы в основном он терекся. И там, и там. Они отразиваются. Например, башкирский, он, таки, с горшинкой. А далёком сходе он, ведь, мягкий, далекатный. Ну, и каждый мёд мёд мая свою пилную специфику, с того, что вы видите. Учим спецификах и белорусская. А вот им, что ён монофлорный. Ёсь мёд, подожди, полифлорный. Ёсь мёд монофлорный и полифлорный. Моно – это, ну, первое, было одной некой рослин. А полий – это с многих рослин. Так вот, мы брали на русский мёд, то ён из рослин. Поля, плык, из рослин, лесных. И часто, вообще, это, вот, рослины, мёд с этой рослины, так перемешивается. Потому что, ну, видите, и поли, и лесны шаргуются. У нас немало таких территорий, где существенные поли, и поли, и поли. Хоть есть некие. Есть некие рослинные рослистки. Но я в большей силу, там, ну, шаргары стараются так поставить свою публику, и поля голову, и лесу. Доступны для пчёл. Не хватает только чего для популяризации белорусского мёда. Раскрутки не хватает. Любую справу, когда она стала готовой, значимой, треба раскрутить. Не хватает раскрутки, не хватает неполной агитации, популяризации в Друку, в Масхмеде, в Уганде и так далее. Но я думаю, что с тянем часу это всё оно приедет. Далее только понятие культура с наживанием мёда. В таком же уровнем значении, что убирают в себе эти понятия. Это элементарные беды про мёд. Это умение соревноваться. Какой мёд выбрать посидеть? Вот для инших. Как мёд выкористовывать? Как его споживать? Ну, это вот такие, может быть, три основные аспекты. Треба сказать, что в Неворуссии культура споживания мёду жадая шестеревого, так сказать, геншера. Кузрова, можно так сказать. У нас, как вспоминается, годов 15 назад, я в детском часопище, в детском часопище прочитал такую информацию, что в Японии по среднему на душу населительства в год пропадает 7-8 кг мёд. Ну, кто с теменьше, кто с теменьше, кто с теменьше, кто с теменьше, кто с теменьше. И для оборонания проводилась лечба утрогущая. А в Галуссии кольки? Одна столовая мышка. Это было 15 лет назад. Я думаю, уже в черном ролике, 16 лет. Я был в верхнем царме раз, я был в жёте, купить с литровой свадьбой, у нас в воду. И он стоит, и когда уже человек захворяет от проскуду, если что-либо течет, мне надо начать так, может, нестисти. На самомисправе специалисты кажут, что человек можно человеку тень повинен в дорослой человеке дать 100-200 граммов. Мёд, а что это? Смотрите, а где вообще вот этот ствол? Вот, киринга, мёд, вы нагады в Беларуси, из чернига, у нас, а вот, а здесь, присторожно, шприцико, а, кирингу, шестолок, 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 но вы можете разумеется, что по разному мёду это половина старого края. Это объём мёда, объём воды, а водой, а водой, ненужное, ну, тут есть ещё более долгие, а так тупое не может. Это нормально. Ведь не треба шагать вокруг хоровой, где нет. Да профилактика. Но мёд, по идее, мёд, и столько легче, хоть и Doncs, отреживает. Ну, теперь, да, по плане культуры с пожеланием меда, важно вернуть вам вот такие пытания, физичные якости. Вот это вот я рассказываю вам, вы можете сами думать, что вот это видите, но мы постоянно ориентировались от рожки, как можно выбрать мёд, я бы можно выкоррестовываться. Физичные якости меда, самые розные, вот похожие на мед. Вот для похожих мед поделяется на некий тыкву, это кветковый мед, по-русски цветочный, да, кветковый. На ней падевы, мёд, до ней мёд, сукровый мёд, сукровый мёд и экспресс-мёд, экспресс-мёд. Ну, коротенько напорно. Кветковый, цветочный мёд, ну, всё же разумеется. Дождь, он избирается, пчёлы, без розных кветок, пчёлы избираются в нектар, промочутся в угли, перепрессовываются, и это, как говорится, отравнивается мёд. Для того, как собрать такие мёд, добавили немного кветок. Ну, вот статистика такая, что, когда примать один килограмм мёда, пчёлы, треба отследовать от шести до десяти миллионов кветок. Смотрите, от шести до десяти миллионов кветок. Поэтому, когда я лапу варшоу исправляю песню «Миллион миллионовых носок», якобы, в этом всё в сто сто пятьдесят грамм мёда. Поэтому, как говорится, что тут некие кветочки трохи растут, и нам здаётся, что лопат, что вы наносите в комплект, это не считается, ничего не значит. Для ориентации один гектар гречки, один гектар гречки, можно обслужить только два угли гипно, лунокрома. Один и другие були можно собрать по тридцать грамм мёда. Либо стоит там десять угли, то можно угли, отжимая намного меньше мёда. Ну что, грозервы и рыслин, так сами они не бедны и без крови. Когда у вас возникают питания, вы как раз можете мне перебирать. Могу подать, я сейчас парк вымяну. Была конференция, приезжали, показывали из России. Чёрные, чёрные, чёрные. Они не кинчинам берутся с парк. Это неправильные пчёлы. Это не какие-то мутанты. Это существенное пчёлы. Чёрные, 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 чёрные. Ты, например, вообще бачили летом, когда в городе, в городе, под липой, весь асфальт, тёмный и подлежкой ног, ног прилипает. Это, например, у нас есть пачка, когда посыпается и капает. Живётная пачка, на чёку мы тля выведаем. Что-то, с творога родни. Значит, тля поедая сок, раулинный, там листья и всё. И выделяя экстрементки солодки. В них поедают мурашки. Вот. Пазик идёт. Ну и в основном, что мы избираем из листьев древа? Ну, тут какие древы? Тут и вишня, и сива. И тополя, и елка. И некоторые... Липа. 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 И некоторые ниши. Якость его. У нас её, на пицце, очень ценится. Я не ценится её базе. Потому что там много микроэлементов. И в то, хворение на сердечно-сосудистые, на поводу, допомогает. Уживание. Звучайно не тёмный. Ты не пачка. Аж подобная надёгость бывает. Ровный. Так. Наступный мёд – это цукровый мёд. Как он отрагивается. Ходи ступу забить срок, дать пчёлу. Когда его забираешь, так и кинякта. Перпрацовываясь. И отрагивается цукровый мёд. Липовая властивость и гада мёду значительно большая, чем натуральный кветковый мёд. Хотя, этот мёд намного лепее, чем цукор сам. Вы очень раз напомнили, что цукор – это делая смерть. Сладко смерть. Потому что, для перерапрацовки, я родил много куда-то выплачивать намагание. А мёд цукровый, он уже перерапрацованный, раскладенный на фруктозу, на брюкозу. И он намного корыше, чем сам цукор. Ну, конечно, для леповых справа не готовится. Ну, а для кулинарии – многое всё. Ну, и есть еще один мёд – это экспресс-мёд. Это, я ни разу верну не так, что не споживал, редко кто этим занимается. Это мёд, взробленный пчёлами из соков, фруктов, ягодов. Ну, например, с фруктов арбузовых, соку арбуза, соку колуна, соку морквы, соку черниц, ягодов. Такий мёд не доверённый, корыстный. Правда, вытворчивость его, намагая великих, намагание великих срок. Вот, кулу, яйца, я черничный мёд, с черниц, да? Это треба черницы собрать, ну, килограмм. Если я вытесил килограмм черниц собрал, если я вытесил, то держу сок. Ну, сколько там соков? Сколько прибавляется? Грамм двести отрывается, да? С килограмм. Тогда добавить туда требуется. Ягиба, ты, напомню, цук. Треба, где заваривать это всё? Тогда давать пчёл. Это невероятный процесс. У нас не оплачивается, да? И мёд, напомню, дорогий отрывался. Поэтому пчёлариками совершенно не занимаются. Ну, и тут можно пятый ещё бит назвать фальсификованный мёд. Я бы не называл его мёдом. Это просто что это? Сироп. Инвертированный, да? Сукровый сироп. Это не мёд. Мёд подобный на мёд, конечно. Некогда в советских жарствах, на родинах памяти, был искусственный мёд. Это его искусственники. Мёд, смашки, золотки, это не мёд. Это не мёд. Так, это вот по воде похоже. Смотрите, ягиба, сироп. Мёд. Какая яркость мёда? Консистенция. Мёд, бывая, закрештелизованный и не закрештелизованный. Пчёлы пробить его не закрештелизованный. То есть, да, и он может крештелизоваться. Тут просто меркование. Есть у людей, какие я дни еды. Сислава Дедович, ну вот так. Пытание относно мёду. А тут раз возвращается. Это всё. То есть, пчёлы стараются, как их мёд был не закрештелизованный. Они всеми силами. Домогаются того, как не закрештелизованный мёд, заховавших у них в улях и зимою, и аж до нового мёда. Что они робят? Там и разные ферменты добавляют. Вот и антибиотики и так далее. Закрываясь ячейки крышечками, как бы они герметичные, как бы не доходило туда память. Почему они это робят? Потому что, когда зимой мёд закрештелизуется в углу, может быть, полный гулей мёда, а пчёлы помрут в углу. И они его не смогут выбрать. Потому что воды нет в этот час, разбавить нет. Нема чем так, и энергия, скорее, не бывает. Поэтому самый натуральный мёд – это непрештелизованный. Таким першопродным выгляде. После этого он может кристаллизоваться. Який репший – абсолютно одно и то. Мёд закрештелизовавший, и он не тратит своей якостью. Який не кристаллизованный мёд. Один, что ступень кристаллизации у розных мёдов бывает разная. Один мёд кристаллизует средний, и он не тратит своей якостью. И другие мёды могут долго не кристаллизоваться. Например, рапсовый мёд – он кристаллизуется за два дня. Он не тратит. И когда их пчёлы не поспелы, выкатывать его в рамках, он самих у нас не будет. За кристаллизованием не будет. Только можно выйти. Некоторые мёды у ярощей кристаллизуются. Горейчик, у кастричников. Некоторые зухинные кристаллизации. От чего это залежит? Три причины. От чего залежит кристаллизация мёда? Первая причина – наявность у нектары фруктозы и глюкозы. У пчёлы, разщепляясь в рослинный цукор, ну, нектары. Это есть цукор, разбавленный водой. 50% воды у нектары. Расщепляясь на простые цукоры. Это фруктоза и глюкоза. Какая не застоит в этом мёде. Так вот, у нектары одних рослин глюкозы больше, чем фруктозы, отрывается при перепроцовутся. Такий мёд лучше кристаллизуется. У других, на два года, глюкозы более, а фруктозы менее. Такий мёд кристаллизуется позднее. Это одна причина. Другая причина – доступ к ветру. Когда мёд тримается открытым, доходит по ветру свободно, и он кутку может заштализоваться. Когда по ветру не доходит, он стоит довыше. Когда, например, колупаться в этой баночке, которую вы купили, лыжкой гельмича с товарищем, и я… Ну, всё. Вот. отбудется его кристаллизацией, так? Либо умовы заховывания. Оптимально мёд кристаллизуется при температуре 13-15 градусов. Это самая лепшая температура для его кристаллизации. Калитрохи менее, калитрохи более, а то и он позднее кристаллизуется. Ну, а мой, например, мёд кристаллизуется позднее. Причины. Там подборность один такой. Вот болотно-болотистая мясовость и межуется с бором. И… Таким он кристаллизуется позднее, потому что там у унитара больше фруктозы, чем фруктозы. Далее еще одна причина кристаллизации – это наявность пылку, пыльцы в мёде. Мы так, когда зимнамат пыльцы чистый, там пылку нема, а там чёртки, есть. В шоке, когда собирают цветок, и, видишь, когда пылок сшапляется. Ну, и теоретия, я плацовуюсь мёдом. Чтобы пылку, тем лучше мёд кристаллизуется. Ну, например, приграться в мёд, а глядя здесь, как чёрт лосин, и там на ватку этой пылку, начапляют, и там его мёдом. Вот и в мёд, и его борщ попадается. У лесных мёд меньше пылку. Вот у некоторых петок, за шимских петок, а чёлы не внимаются мягчимостей, от иковых собрать. Поэтому мёд позднее кристаллизуется. Ну, и я, например, выкатывая мёд, сразу заливаю его в кухляные трехлитровые слоики, и широко закрываю вот накрыткой крышкой. И ставлю копьём, и не чапаю в этот слои, и хай не стоит, так? А не стоит. Значит, я не чапаю его, поветро не заходит, и он долго стоит. Для меня это зарушит, потому что когда в трехлитровом слоику то закрываю с метро слои, и почему? Да, как заховывать мёд? Как заховывать мёд? Как заховывать у шкляных слоиках? Для мёда такого. Там не доходит с поветра в слое. И он чистый мёд, как и залип, так и достанешь. Я, наверное, не люблю, когда пластиковые особенные гамёнка. Потому что она и тоненькая, и по ветру там проходит, и не только по ветру на полную. Но это моя особистая система бронетана. Скажите, а вот он кристаллизуется разными крупинками. есть мелкая кристаллизация. Кристаллизуется мёд разными такими крупинками. И бывает мелочь, мелкие такие, а бывает такое крупное зерно такое. А какие крупности? Это залежит от виду растений. А какие растения дают такое крупное зерно? Я уже докладно по памяти не могу сказать. Ну и сама консистенция кристаллизованного мёда разная бывает. от одних растений растений такие как масло. У других растений твердый тут первым ножом дюбль, да? У третьих растений он может быть наполовок за то, что называют. Вот злипы мёд вельми твердый. Вельми твердый. Вот поскольку ножом отколупывается, да? вот ну калибра с вирусовами то есть вирусовом он очень не кристаллизуется. И он мая жале выглядит жале такие густые 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 у меня не густеет а мюзникальку это добрый гвартикет это пытание даже не пустое так поставишь слоек литровый вот эти снимают интересный предмет вот интересный предмет интересный предмет тут вот он есть а тут нет а мне не помню как он своему предмету Я на полно затягивать буду? Нет, нет. Есть только понятия как яскость меда, яскость. Один мед такой реденький, да, течет. Другой – мистейший. Третий – сколько вы нашли? Ну, они еще не заперчили за водой. Чему так отбывается? Это отбывается от проценту воды в меде. Мед – это такое, что у ярких и шире вода. Норма воды в меде пичится до 21%. Когда уже более воды, то мед не ягоден. И он может не заповываться, он может запродить, стать кислым. А когда меньше – 21%, то мед начинается нормально. И чем меньше, чем меньше этот процент, тем мед будет сей шип. 16%, ну, 14% – я нередко, как они бывают. 14% – да. Ну, 18% – случайно, так. А до этого задержать удовольствие. У щеня, что так, яскостью. Скажите, пожалуйста, а сколько можно заповываться мед, когда его поставить, и оптимально? Бесконечно. 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 Да… Бесконечно. 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 Оптимально. Бесконечно. Бесконечно. Обступим уже. Бесконечно. Бесконечно. Тихо, брецировать. поставить, то я выбираю все бельщу, видно, сейчас вокруг есть. И треба мне снова не только видать, а все пахи, какие вокруг есть. Там, где есть бульба в подвале, поставили мед, кепска, закрыли его. Три дни постояли, можно все будет бульба и пахнуть там. Где яблоки, знаешь, в которой меды зужжим, черный, например, падзюрный, черный, как и лепший. Розные мероприятия. Ты скажешь, что чем ширнейший, темнейший, ну, это не лучше. Ну, я вот мне сейчас это прочитал, ну, на два года вот так пишут, чем светлейший мед. Смарт-мед. Это отчувание меду, как его поздно, урод, смарт. Ну, что мы отчеваем? Горочь отчеваем, соленость, кислость отчеваем. Мед, так самый некий специфический смарт майя, и кожных розный мед. И он имеет свой полный смарт, который у тебя же бывает и описает, что это за его. Но для человеческого языка он отчувает отразу смачность меда, или смачность меда, душа радуется, да? И он был меньше смачный, то душа радуется. Скажите, мед должен горчичь обязательно? Нет. Натуральный мед, правильный, должен чуть-чуть горчичь, есть такое. Не обязательно. Он должен его подрать, а уж мед для него. Не обязательно. Пробежал. Далее, духмяность меду. Это есть так, по-русски. Запас. Раман. Раман. Раман мед. Это то, что мы пахом снимаем, так? Ну, смакия и духмяность, они не связаны помеж собой. Мед пахнет. Пахнет. Натуральный мед отрадужит. Расширается, что мы даем. И пахнет и сотами, и воском пахнет, и самим собой пахнет. Что он пахнет? У него сроганый сук, он так само пахнет, или он пахнет не надо приятно. Пахнет его кромением, пахнет старыми сотами. Здесь черные, старые соды, уже много пчелы и блесновые. Далее, ботаничные оготунки. Свой и чужих. Свой мед и чужих. Ну, что значит? Что укладывается в это понятие? Мед, какие пчелы заробили на нашей территории, где мы живем, это свой мед. Мед завозный, в других регионах, в далеких. Будем так дешить. Какие девушки? Ну, то и добрый, или ты добрый. А нет, все же. Все же. Свой мед намного, и это мой субъективный повод, и не только мой субъективный, намного больше корыстный, чем, что и все зависит. Так называемый районированный продукт. Ну, мы напомнили, что районированные продукты, они больше корыстные для человека, где его человек в районе жилья. И горошина, что вы думаете, как вы можете так сказать. И огурки, ворошено, на своей территории не можешь корыстить. И яблоки. Ну, это, разумело, потому что человек является частинкой природы. И он, в общем, я посохливости природы, где он жилье, да? Где он жилье. Это природой формирует, что я не помню. Нам здаётся, что мы взвышились над природой. Не, а вы задержаны вот так и всякие речки. Уживёлы, насекомые, ослены. Вот так. В сироте. Поэтому, конечно, лукайский мёд. Ну, ну, одно мято. Одно мято. То есть, когда вам не надо его помещать, и сами же учить, да? И той же башкирский мёд. Ну, или, так, в принципе, для здоровья, для нефы, но и на русских. Вопросы, если всё уже нет? Скажите, есть много методов определения истинности и натуральности мёда. Какие вот структуры? Есть много методов определения истинности и натуральности мёда. Ну, то есть, когда ты приобретаешь в тех условиях, когда ты, ну, не можешь, так, в лабораторном условии, я, вон, не знаю, может, всё-таки ответить. Я в той раз уже указал, что самостоятельно вызначить натуральность и ненатуральность мёда не мягчимо. Не мягчимо. Только в лабораторных умовах. Это треба дать специалистам, у которых есть певное обстановление, они всё же передумывают. Вот я приводил приклад в интернете одного шалера, я, яки, аспробовал. Собравывающие, это народные методы для значения правильности мёда, так, 15 методов. Как бы, Николе не робил фальсифицированного мёда, я взросил специально. И натуральный мёд проверял этими методами и у меня присутствует вылики одной группы. Вот я сам. Это не пытание, это не важно, как определить истинность мёда. Я была в Таиланде, И там научили. Берёшь блюдце беленькое, наливаешь туда воду и капаешь туда жидкими, потрясно там, что можно раствориться, и смотришь сверху. Там образуются соты, чёткие соты. Если он натуральный, если соты, рисунок, рисунок, сонок, вопрос. Если, вот, с дыбицами, соты, вот попробуй. Лучше скажите, не забывай. Сейчас попробую. Раньше был химический карандаш, опускаешь? Скажите, можно вопрос, какой рецепт самый хороший рядовухи? Я не могу вам рецепт дать, я один раз попробовал, и она у меня там бродила два месяца, три, я вообще беру, ну сколько там уже градусов, четыре, пять. И урешу, срешу, уксус отрабатываю. Я рецепт его не пометил. Ох, у меня мёд забродил, я думал, у тебя уксус сделает. А можно мне два слова? Два. Двадцать тысяч лет тому назад летела пчела. Видит капелька, она села и уплупала в смолу. И в наше время достали эту пчелу с капельки окаменевшей, я не знаю, аплодисовался. И приняли анализ. Каково же было удивление учёных, когда они увидели, что пчела, которой было две тысячи лет тому назад и наша, они идентичные, ничего не изменилось. И учёные сказали, что это не живой организм, а это робот, который привели минутку спокойно, который привезли и люди с других цивилизаций. И вот это, им не хватало пищи, и они создали эту пчелу. Что об этом доказывает? Об этом доказывает то, что, прежде чем полететь и собирать слёз, пчёлы-разведчики пролетают в улей и по стенке рисуют, куда надо лететь пчёлы. Пчёлы смотрят и летят туда. Если хотите проверить эту достоверность, приведите такой опыт. Утром улетели пчёлы, а вы возьмите литок улья и отнесите на метр дальше, и ваши пчёлы будут лететь у другой улей. Но они не потому, что у них, согласно, раз что-то, вот так вот надо лететь, куда и такое. Проводили ли вы такие опыты? Ну, я знаю, что информацию, да, шёл разведчик, вносят информацию у улей. Ну, не по стенкам, как вы сказали, а танцы проводят. Там ориентируются на солнце, по-другому. И танец называется «Танец человек». Там у них танцы, чем лучше они танцуют, тем ближе не доносают. Чем больше радиус. Поэтому… Скажите вопрос, пожалуйста. Можно приватно, можно приватно, да. В личном контакте можно было, если какие-то ещё вопросы, какие-то пожелания, это решать. Я хочу сказать… Здорово, у меня есть второй Никита, старых прав, да, каким у нас старых, или кто с тем, кто хочет со мной иметь контакт, да, пожалуйста, у нас прочего. От нашего УЗВ мы тяпаем за очень интересный, полезный, главное, мастер-класс. И наши рукодельницы специально приготовили вот такой вот подарок, который как пчёлка, и самое интересное, что здесь сама пчела присутствует. Это пчёлка Майя. Таня Таранко и Лариса Гонча дарят вот такой аппетит. Хорошо. Слово вы говорили. Фондю любит тебя! Оу-оу-ау-ау-ау-ау-ау-а! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БЕРАСИТ БЕРАСИТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И я тоже долго всё время